Папашки пинают папашек. Папашки пинают папашки. Папашки пинают папашки. Папашки пинают папашки. Папашки пинают папашки. завод. Идет состязание чирлидерш с ядокопьями вместо помпонов, летает над сценой вертолет с камерой за 150 рублев сноса, подхватывающий на борт зрителей. Концерт закончен, северных юнитов продакшн залочен. Зритель обсуждает впечатление, пока Патма впала в ночное забвение. Демон с Тинкером доразобрали сцену, побуянили слегка в пятизвездочном отеле и двинули с труппой дальше в тур. Мунвеллы отстроены, шреддеры обратно с мобилизацией трудовостроены. Спитлордом вгрызаются в древо медведя на радость глазеющим зевакам леди. Южанин перестраивается в фулл мили лимит, разблокируя северянину абьюз дирижаболя. Патма соло танкует весь мили лимит противника, пока патмовские дриады перестреливают демонхантеровских дриадок. Вообще южанин довольно неэффективный по лесу Т3, ему очевидно не хватает денег на продакшн, награды, расходники, палки-стафалки, сферы яда, при том, что медведи концептуально безнадежны со все дриадом. Ну если в соло. Отпивается патмана мунвеллах, накапливается пауэрстэк дриадок у северного эльфа, возвращается эльф на базу, уходит эльф с базы. Не очень понятно, честно говоря, как уходит. Стафов нет, свитка телепорта нет, дирижабля тоже нет. Очень красиво перекупает северянин дирижабль перед носом у оппонента. В это время демон на палке и телепорталке уехал на базу, сейчас пешком будет топать без ботинка на скорость своей армии. Кошмар! Диспейли дриадки реджуф на мишках, тинкер без маны, по третьей аурой патмы дриадки протыкивают что медведи, что дриадок. Шестой уровень поднимает патма, непрокаченный петлор без девайсов довольно слабо трогает дриадок. По сути, три модельки с автоатакой у южанина пытаются пробить 10 дриадок под третьей аурой патмы. Закупается еще дирижабль красным эльфом, падает последний медведь. Демонхантер неторопливо семенит лапками в драку, успеет ли он вообще в замес, я очень переживаю. Две дриадки и три героя остаются у южанина в драке. Красивый дирижабль контроль показывает северянин. Пробегает, конечно, демон с арбой, в очень красной дриадке у красного эльфа не помешал бы совершенный сейчас свиток исцеления, но абсолютно без артефактов, к сожалению, патма. Забирается, конечно, южанином дриады, но уже сыпятся сами герои в драке с буквально двукратно превосходящим лимитом противника. Падает петлорд, патма куски отрывает от героя противника, жалко не третья огненная стрела взята на шестом уровне. Признает свое поражение желтый эльф. Мы переходим от мирора эльфов к мирору андедов, пока палец вверх вы можете поставить этому видео, подписаться для следующих кастов, а игра начинается. Итак, зеркало андедов 2200, совокупный ММР у противников, ДК с экспандом через поздний тег у левого андеда и Лич с поздним экспандом через ранний тег у правого мертвяка. Шесть гулей, четыре скелета с Личом забегают достраивающийся экспанд оранжевого уда. Очень битые оранжевые гули подбегают в драку, наседают фиолетовые модельки на оранжевых околитах, Лич заряжен новыми, ДК разряжен койлами. С точки зрения отменной экспанды Лич поздно приходит в драку. В столах шахта, готова нерубка, достраивается башня духов, так что задача игрока на Личе подзадерживать золото добычу, задержать тег левому андеду вынужденным до закупа околитов, пока встает своя база и доделывается свой тег. Свежие гульки подбегают в драку на помощь апельсиновому уду, сцепляются личной рубкой, наседают гульки на Лича, машет рыцарь смерти мечом также по Личу. Завершается обрет на башню духов, на левом экспанде закрывается окно для харраса огненного уда, прогоняет более сильного Лича в мирроре на бумаге более слабый рыцарь смерти. Все красиво на бумаге, да забыли про овраги, всадник крипит мурлоков, бродят гули в сумраках. Красивый сейчас сможет зажать Лич с гулями, Фантандеда на криппинге своевременно сваливает из окружения, приподнявший третий уровень рыцарь смерти с гулями, закрывая арку харраса экспанда последней отданной гулей. Перезаряженный девайсами питвор с пауками и декой саждают мейн фиолетового уда. Лич с декой, жуком, горгульями и неожиданно вермом готовят создать отпор оппонентов. И немного с гулями. Есть у правого андеда также табуретки и потенциально дестройеры, дядя Лиспелла Хауля, надо полагать. Вылезает из алтаря Лич третьим героем у рыжего уда и начинается замес. Навирует Лич, подкапывает жук, раскидываются первые вебки по верму и дестройерам, второй волной влетает в схватку горгулье. 72 на 71 лимита армия у соперников, откисает первый паук, кричит Ямалорд, качественно начинает подрезать гулей с помощью плива, читает цветок исцеления фиолетовый Лич. Сминает боевой строй оппоненту фиолетовый Уд, своевременно прожимает финда новая, своевременно отводит гулей из драки от свежевзятого петлордом 4 уровня, подъезжая в драку подкрепление оранжевому в виде Лича с финдом, выравнивается лимиту соперников, но критически теряет здоровье фиолетовый Вирн, резко возникает перекос по лимиту в пользу оранжевого, не хватает ДПСа. Правому андеду заканчиваются гульки, подкоп всего первого уровня, табуретка с саурой и порченым песком уверенно отхиливает финдов. Проседает по здоровью Роцарь Смерти, читает цветок ТП, фокусирует финдов перед ТП, забирает одного, второго финда и чуть было не отдал своего суперфинда. Оппоненты разошлись на перекур перед следующим рингом. Задумка оранжевого понятна. Петлорд против наземного лимита, пауки против воздуха. Задумка фиолетового получилась по запутаннее. Раз наземный лимит страдает от петлорда, подстроюкая горгуль с дестрами и верма против петлорда, плюс снова подкоп против финдов. Снова все горгульи в сетках, подкапывает джук, страдает оставленная без внимания табуретка оранжевого от атаки главки, фокусирует фиолетовый пауков, успевает пролечить финда Рыцарь Смерти, у которого все еще есть банка маны. Страдает горгулья от финдов, поднимает второй уровень лещ, еще подкопа джука, буквально три героя с горгульей остаются у правого андеда, возможно какой-нибудь фирм или бутчер до заказе. Рыцарь Смерти на соплях пролечивает джука, герой правого андеда уже проседает по уровням героям левого, хотя перед началом осады было наоборот. Чего не хватает правому андеду? Во-первых, третьего жука для второго подкопа, во-вторых, девайсов на личе. Лич выглядит откровенно слабо на фоне нарядного Яма Лорда. Возможно, жук не идеальный выбор здесь, в миррорах УД классически предпочитает дарчорку третьим героям. Воздушный лимит андеда также выглядит слабым ответом масс-паукам, про аркаду с вермом я уже вообще молчу. Неожиданно зажимает увлекшегося нарезкой Акалитов Пит Лорда, падающий главкой и героями с обомом. Есть один койл у мечащегося внизу союзного Рыцаря Смерти. Нет девайсов на спасение у зажатого Пита. Рыцарь Смерти читает цветок телепорта и увозит одинокого Пита, одинокого Лича и антиодинокое стадо финдов к себе на базу. Подходящим лимитом для контрей Пит Лорда были бы все те же финды плюс баньши с курсой или Некроманты Скриплом для экзотики. Сетки отменяют диспл дистров, пауки с соробличом неплохо бы пробивали Пит Лорда, да и кого хочешь по сути. Последний раз на карусели прокатывает Жук, за последние пять минут игры так и не приподнявший третий уровень. Ледяной череп подает оранжевый лич своему танка-герою. В благодарность танка-герой вручил Личу перчатку скорости и прибарахлился поясом силы великана. Складывается верм, успевает забрать одного финда в драке фиолетовый ут, но на этом все. Палец вверх вы можете поставить, если вам понравилась игра, подписывайтесь на канал для следующих кастов и до встречи!